В областном центре прошел круглый стол, организованный общественным фондом АНА-ЮИ на тему «Семья – самая комфортная среда для ребенка». В ходе семинара были рассмотрены вопросы внедрения Института профессиональных принимающих семей. Цель проекта, реализованного на основе мирового опыта – сокращение количества детских домов. В настоящее время в стране более 4 тысяч детей остались без попечения родителей. Большинство из них – дети подросткового возраста и те, кто нуждается в особом уходе. В следствии того, что сейчас внедряется закон о приемной профессиональной семье, мы решили рассказать о том, как нужно бы нам сделать это правильно для того, чтобы создать наиблагоприятнейшие условия для ребенка, когда он попадет в профессиональную приемную семью. Какие должны быть эти профессиональные семьи, какие законы должны сопровождать это, какие услуги мы для этого должны сопровождать, для того, чтобы в этих семьях прежде всего соблюдалось благополучие ребенка. В рамках проекта «Семье, принимающей ребенка» ежемесячно будет выплачиваться порядка 70 МРП. В настоящее время в области зарегистрированы более 1600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день у нас по области 1666 детей в общем, это детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения. Из них 353 ребенка находятся в детских государственных учреждениях. У нас по области 4 именно учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Там два центра поддержки семьи, детское отделение семейного типа, один дом юношества и дом ребенка в городе Украиногорс находится. В завершении мероприятия участники выступили с предложениями по совершенствованию способов защиты прав детей и усыновления. Организаторы собрания уверены, что институт профессионально принимающей семьи в ближайшее время принесет свои плоды. Отметим, законопроект в настоящее время находится на рассмотрении депутатов Можилиса парламента Республики Казахстан.